Влаги боятся, и так в основном ход такой, просто смахнули пыль и все. Эти цветы никогда не завянут, а выглядят как живые. На лепесточках даже есть следы от жуков-листоедов. Евгения Строухова занимается керамофлористикой два с половиной года. Училась этому ремеслу она в интернете и методом тыка. Евгения считает, что самое главное качество мастера это... Усидчивость, в первую очередь, потому что сидеть нужно очень долго. Все это расписывать, все это фактурить, придавать форму. Вот определенную реалистичность надо передать, как сказать, саму суть цветка. Нужно знать ботанические точности всех цветов. Всего за несколько лет мастерица сделала более ста бутонов. На один цветок уходит более трех дней. Упрощают создание лепестков специальные формы. Хорошенечко давим со всех сторон. Открываем. Такая вот фактура проходистая получается. Это орхидея первенец Евгении. Именно с нее начался путь в керамофлористику. Все боятся, что разобьется, потому что керамическая флористика, холодный фарфор. Ну, все думают, что это прям фарфор-фарфор такой настоящий, который... Через печи вот эта вот вся история. Да. Ну, на самом деле, это полимерная глина. Кроме полимерной глины, которая застывает на открытом воздухе за пару часов, для создания цветов используют различные красители – пастель, масляные краски. Их либо вмешивают в материал, либо накладывают сверху. Вдохновение Евгения берет у живой природы. Ну, вообще, я люблю и живые цветы у меня на участке растут. И такие. Конечно, к таким своим цветам больше трепета, потому что ты душу вкладываешь, всю вот эту вот энергетику. Сейчас любимые цветы приносят Евгении не только радость, но и прибыль. Девушка делает букеты на заказ. В топе запросов розы, орхидеи и земляника. Плесным ягодкам зимой особенно скучают. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком.